Парни, всем привет! Разработчики выкатили патчноут к будущему обновлению 5.1.0, который, кстати говоря, выходит уже сегодня, если вы смотрите на ютуб. Нас там ждет новые функции экрана дислокации, обвесы на оружие из портал, баф джетов, межсезонный ивент и не только. Поэтому смотрите до конца и погнали! И первое, о чем нам сообщили разработчики в новом патчноуте, это то, что уже в июле нас ждет новый межсезонный ивент. Как обычно, гора косметики, новый режим, в котором, судя по старой инфе, уже наконец будет участвовать техника. Лично мне предыдущие ивенты заходили на ура, играл с удовольствием, поэтому и этот ивент тоже жду. Буду играть и по мере его выполнения, думаю, подытожу каким-то видосом. Поэтому, если не подписаны, нажмите вы уже эту кнопку подписки, так как аж 70% людей, 70! Вот только вдумайтесь в эту цифру, смотрят мои ролики без подписки. И если хотя бы половина из вас подпишется, будет прям, ну, совсем красота. Ну что ж, двигаемся дальше. Стволы из портал, М39, ЕМР и СВД, те самые ДМРки, которые нам добавили ранее, в этом обновлении получат обвесы из 2042. Поэтому, если вы по ДМРкам, я вас поздравляю, сможете в кастомайз. Следующее очень важное нововведение, теперь, находясь на экране дислокации, вы сможете увидеть, если у техники, в которой вы хотите появиться, мало ХП. То есть, например, вы видите, что на поле боя катается маф или летает корова, вы хотите там появиться, выбираете эту технику, и если у нее мало ХП, вам на экране дислокации будет об этом как-то сообщено. Как именно нам не показали, но то, что ХП мало, вы точно поймете. И больше не будет такого, что вы только появились в технике, и она тут же взрывается, и вы получаете смерть в копилку. Бесит безумно, и теперь таких нелепых смертей, по идее, должно стать меньше. И, кстати говоря, есть у меня такое ощущение, что такой вот функционал, по-моему, был в предыдущих частях серии. Могу, конечно, ошибаться. Но вот то, что при выборе сквадмейта вы могли видеть, где он сейчас находится, с видом от третьего лица было точно. Непонятно, почему этого нет здесь. А вообще, в идеале, было бы здорово, чтобы они, наконец, сделали нормальный режим спектатора. Чтобы можно было посмотреть, кто как играет, не читер ли он, и так далее. Ну, а верх мечтаний, это, конечно, получить нормальный киллкам, как в колде. Чтобы вам показывалось из глаз противника, как он вас убил. Так как иногда бывают такие нелепые смерти, что просто диву даешься, так как кажется, что ты падаешь буквально с одной пули. Или падаешь заживо, когда уже давным-давно забежал за угол, но пули каким-то сказочным образом тебя догнали. Привет, классный надкод. Также, что они еще добавили, а точнее ограничили появление рядом с этим скавброллером, если он находится в гуще событий. Чтобы вы, как оловянный солдатик, не падали сразу заживо от тех, кто, соответственно, этот скавброллер обстреливает. Хотя, как я сказал выше, что может быть проще? Добавьте, как было раньше, что при выборе техники, в какой вы хотите появиться, вам в небольшом окошке показывалась эта техника с видом от третьего лица. И каждый, я уже думаю, сам решит, стоит ему там появляться или же нет. Далее идет огромный абзац про Hazard Zone, что меня на самом деле сильно удивило, так как они вроде как сказали, что перестали его поддерживать, и тут выкатывают целую кучу различных для него правок. И я в него ни разу так и не зашел, все оттягивало, оттягивало, но тут бац и сдулся. Поэтому я просто зачитаю, что они тут поправили, без какого-либо понимания, пойдет этот режим на пользу или нет. Ну а вы, кто играет, в свою очередь, уже отпишитесь, как оно вам. В первую очередь они полностью убрали монеты и фазу основного закупа перед началом катки. Также в конце катки больше не будут показываться награды, как я понимаю, те, что вы заработали в самом матче. А вместо этого они добавили какой-то дополнительный опыт за успешное выполнение завершения матча и удачный вынос всего лута, как я понимаю, этих дисков, на которых, видимо, записано что-то интересное. Далее, экипировка оружия теперь будет такая же, как и в основной игре, когда вы играете в захват или прорыв. Меню конца раунда было также как-то улучшено, плюс исправлена ошибка, когда вам показывалось, что миссии вылазки провалены, когда на самом деле вы их выполнили. Еще они немного изменили интерфейс, который отвечал за отображение этих жестких дисков, которые вам надо собирать, плюс ботам в матчах немного снизили броню. И последнее, теперь для старта катки нужное количество игроков будет динамическим, чтобы игра начиналась быстрее, если вы долго ждете ее начала. Минимальное количество игроков теперь будет 8. Короче, не совсем ясно, как это все должно оживить онлайн, или что они там хотят сделать с этим режимом. Не особо понятен смысл всех этих изменений, пишите вы, ребят, кто в него часто играет, улучшат эту общую картинку или нет, и стоит ли вообще врываться в данный режим, или там уже совсем все глухо. Едем далее. У Ирландца поправили его IPS-систему, которая иногда по ошибке могла перехватывать 20, 30 и 50 миллиметровые снаряды. У дружественных и вражеских клэморов теперь будет явное разделение лазера по цвету, то есть, как я это вижу, у вражеских останется красный цвет, а у дружеских цвет будет иной, зеленый или синий, например. Далее по технике очень важная правка, они пофиксили эту адскую 20-ти миллиметровую пушку, которая просто месит в воздух и ставится на обычные джипы. Сейчас эта пушка поломана к чертям собачьим, мало того, что она наносит какой-то просто дичайший урон, вертолет лопается как мыльный пузырь, так еще и технику от нее не то, чтобы болтает влево-вправо, ее просто относит, прибивает к земле или в здание, будто бы взрывной волной от ядерного взрыва. Перестрелять такую пушку или попытаться от нее улететь практически невозможно, и это просто рука-лицо. Как можно было такое добавить? Ведь кто-то это явно согласовал. Подумал, ну окей, да, будет вот так, все нормально. В общем, ей порезали этот свинячий урон, уменьшили эту жуткую тряску техники при прямом попадании и снизили дальность поражения до 200 метров. Далее по воздушке джетам поправили бак, когда ракета F-35 могла начать лочить пустую наземную технику, а вот дальше, что интересно, джетам увеличили дальность действия их пусковых ракет до 600 метров. Сколько было до этого, не помню, но проблема, мне кажется, была не в дальности поражения, а в разлете ракеты. То есть, чтобы хоть как-то кучно попасть ракеты, подлететь приходится практически чуть ли не вплотную. Потом коровам убрали возможность безнаказанно таранить все и вся, при этом не теряя особо хп, то есть на корове, на транспортной летной технике вы можете на всем ходу влететь в обычный вертолет или легкую наземную технику, и при этом не получив особого урона. А техника, которую вы протаранили, скорее всего взорвется. В общем, по значимым изменениям вроде как все. В остальном идут различные правки багов и глюков, но если будет желание ознакомиться со всем списком, ссылка на патчноут будет в описании к видео. На этом у меня все. Огромное спасибо всем тем, кто досмотрел до конца, также всем тем, кто ставит лайки, и, конечно же, просто преогромаднейшее спасибо, кто подписан на бусте. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»